Привет, друзья! Знаете, после просмотра недавней презентации SpaceX до меня вдруг дошло, что если я, конечно, начну вести здоровый образ жизни, то, скорее всего, застану то время, когда человек высадится на другой планете. Вы себе вообще это представляете? То есть мы сейчас смотрим на Марс, на эту далекую маленькую точечку, красноватую звездочку, а в какой-то момент мы будем смотреть на нее и понимать, что там сейчас вовсю топчут марсианский грунт люди с Земли. Мне кажется, что на данном этапе ничего более крутого в нашей жизни точно не произойдет. Ну а после всех этих эмоциональных переживаний я решила сделать ролик, в котором можно проследить историю развития того самого нашумевшего проекта Starship, который должен реализовать то, что я сейчас наговорила. А кому-то будет просто интересно узнать, что это за зверь такой Starship, зачем он еще нужен и что в нем такого особенного. Так что полетели. Основные глобальные задачи проекта Starship и в целом SpaceX были озвучены Илоном Маском еще в далеком 2002-м, в год основания компании. Он замахнулся сразу на колонизацию Марса и пилотируемые полеты на другие планеты на постоянной основе. Звучит как фантазия любого землянина, мечтающего бороздить просторы космоса. Так что неудивительно, что за выполнением амбициозных планов SpaceX следит все больше и больше людей. За все время компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, а также корабли Dragon и Crew Dragon. Сейчас эксплуатируются две последние ракеты и оба корабля, но после ввода в строй Starship, что, кстати, переводится как «звездолет», от них планируют полностью отказаться. Звездолет заменит их всех. Под красивым названием скрывается двухступенчатая ракета-носитель, которой уготована роль сверхтяжелой и самой мощной из когда-либо созданных ракет. Она представляет собой полностью многоразовую систему из космического корабля Starship, выступающего в качестве второй ступени, и ракеты Super Heavy, выполняющие задачу первой ступени. Вместе эта связка также называется Starship. Если все пойдет по плану, звездолеты с десятками тонн груза и пассажирами будут курсировать на орбиту Земли, Луны, на Марс и другие планеты, а еще между пунктами назначения на Земле. Как вам такое? Следить за развитием проекта и эволюцией звездолета очень интересно, но для этого надо бы знать английский, чем я пока похвастаться не могу. Возможно, вы заметили, что в описании к роликам почти всегда есть благодарность кому-то за помощь с переводом. А сейчас я наконец решила исправить эту оплошность и начала заниматься в самой большой в Европе онлайн-школе английского языка Skyeng. И теперь смело могу сказать, что если у вас тоже с этим проблемы, и вы хотели бы узнать новости космоса из первоисточников, львиная доля которых сейчас именно на английском, то Skyeng просто идеальный вариант. Мне понравилось, что заниматься можно в любое удобное время в любом месте, где есть интернет. Можно самому выбирать преподавателя, и занятия проходят в специальном интерактивном учебнике, то есть на отдельной платформе, где все предусмотрено, и есть куча дополнительных плюшек. Так что обязательно запишитесь на бесплатный вводный урок. А еще ребята из Skyeng подарили нам с вами два бесплатных занятия по вот этому промо-коду. Все ссылки я оставлю в описании. Теперь перейдем непосредственно к истории и важным деталям. Илон Маск впервые объявил о планах создания сверхтяжелой ракеты, способной выводить на низкую орбиту до 100 тонн полезного груза, довольно-таки давно, в 2005 году. Тогда еще даже не состоялся дебютный запуск самой первой ракеты SpaceX Falcon 1, которая относилась к легкому классу ракет. Новый проект получил название BFR. Официально это расшифровалось как Big Falcon Rocket, а неофициально переведем это как чертовски большая ракета. На первой ее ступени должен был стоять двигатель Merlin 2. Это увеличенная версия кислород-керосинового двигателя Merlin 1, с применением регенеративного охлаждения камеры вместо абляционного. В первом случае для охлаждения применяется прокачка топлива через множество мелких каналов во внешних стенках сопла. А во втором используется специальный материал на стенках камеры, который постепенно испаряется. Merlin 2 уступал бы потяге лишь двигателю RD-170 и боковому твердотопливному ускорителю шаттла. А на второй ступени планировали установить водород-кислородный двигатель Raptor. Технические подробности проекта впервые представили в 2010 году на 46-й конференции Американского института аэронавтики и астронавтики Joint Propulsion. Изначально планировалось создать серию ракет, представляющих собой увеличенную Falcon 9 в трех версиях. Falcon X и Falcon X Heavy с диаметром 6 метров и Falcon 2X с диаметром 10 метров. Для них предусматривалась все та же схема. Первая ступень приводилась бы в движение кислород-керосиновыми двигателями Merlin 2, а лучшим вариантом для второй ступени оставался кислород-водородный двигатель Raptor. Ракеты-носители должны были выводить на низкую околоземную орбиту 38, 125 и 140 тонн полезного груза соответственно. Но довольно быстро выяснилось, что сделать дешевой систему, имеющую два типа топлива, одним из которых к тому же является водород, явно не получится. А отказ от дорогостоящих решений было одним из основных требований Илона Маска, поэтому от такого варианта почти сразу отказались. В ноябре 2012 года Маск публично заявил, что на их новой ракете будут установлены уже кислород-метановые двигатели, а чуть позже объявил о ее загадочной аббревиатуре MCT, которая оказалась сокращением от марсианского колониального транспорта. Во втором квартале 2013 года Маск сообщил, что SpaceX не будет размещать свои акции на бирже до тех пор, пока MCT не начнет регулярно летать, так как биржевых инвесторов не интересует столь длительные в реализации проекты, и это будет приводить к конфликтам в руководстве компании. В это же время мы узнали, что тяга Раптора будет увеличена до 300 тонн сил, а в феврале 2014 на конференции в Санта-Барбаре вице-президент SpaceX по двигателестроению Томас Мюллер объявил, что Раптор будет иметь схему с полной газификацией компонентов топлива. Существовало всего два подобных двигателя – советский RD-270 и американский IPD, но их испытания так и не были завершены по разным причинам. Кстати, максимально подробно о конструкции Раптора уже рассказали Елисей Маслов и Антон Громов на канале «Море ясности». Ссылочку я оставлю в описании. Если интересуетесь этой темой, то обязательно посмотрите этот разбор. Благодаря тому, что разработки по IPD шли под эгидой НАСА, а значит принадлежали всем гражданам США, SpaceX воспользовались этими разработками и получили доступ к оборудованию. Компании удалось даже переманить часть работавших над IPD специалистов, потому что проект не имел продолжения. Испытания газогенераторов двигателя начались в мае 2014 года на стенде Космического центра имени Стенниса. Имевшиеся там стенды были недостаточно большими для испытания столь мощного двигателя целиком. Уникальный в своем роде Раптор требовал уникального испытательного стенда, строительство первой очереди которого было закончено в 2016 году на главном испытательном полигоне SpaceX в МакГрегори. Вскоре после этого начались испытания уменьшенной версии двигателя, обладавшей тягой около 100 тонн сил. 28 сентября 2016 года на Международном конгрессе астронавтики Илон Маск впервые лично представил проект марсианского транспорта, который должен был обладать просто безумными характеристиками. Он получил название ITS или Межпланетная транспортная система. Этот монстр представлял собой двухступенчатую ракету-носитель диаметром 12 метров, высотой 122 метра, массой 10,5 тысяч тонн и суммарной тягой 13 тысяч тонн сил. ITS должна была выводить на орбиту 300 и 550 тонн груза в многоразовом и одноразовом вариантах, и это как минимум в 3,5 раза превосходило бы все предыдущие когда-либо созданные ракеты. Двигатель Raptor на тот момент должен был развивать в атмосферной версии 310 тонн сил тяги при удельном импульсе 334 секунды, а в вакуумной версии 371 тонн сил тяги при удельном импульсе 382 секунды. Давление в камере сгорания двигателя должно было достигать 300 бар, что тоже было бы уникальным показателем. В рамках этого проекта первая ступень обладала сухой массой всего 275 тонн, при общей массе почти 7 тысяч тонн и имела 42 атмосферных Raptor. Кстати, количество двигателей напоминает о том, что мы часто вдохновляемся научной фантастикой, и Маск не исключение. Сам космический корабль длиной 49,5 метров имел брата-близнеца в виде многоразового танкера для дозаправки на орбите, который полностью состоял из баков для топлива. Корабли-танкеры имели сухую массу 150 и 90 тонн, полезную нагрузку 300 и 380 тонн, общую массу 2100 и 2600 тонн, и были оснащены тремя атмосферными и шестью вакуумными двигателями. При этом планировалось добиться стоимости запуска в пределах 43 миллионов долларов для корабля и 8 миллионов для танкера, что с учетом отправки на корабле по 100 пассажиров за раз давало стоимость билетов всего 140 тысяч долларов. А для того, чтобы массовое совершенство Super Heavy, то есть отношение массы пустой ракетный ступенек заправленной, достигло безумных 3,9%, SpaceX планировали повсеместно использовать в конструкции углепластик. Совсем неудивительно в такой ситуации, что компания столкнулась с серьезными техническими проблемами. И на очередном международном конгрессе астронавтики 29 сентября 2017 года Илон Маск снова представил проект, который уже претерпел серьезные изменения. Общую массу системы сократили до 4400 тонн, тягу до 5350 тонн сил, Диаметр уменьшился до 9 метров, общая длина до 106 метров, а количество двигателей на первой ступени до 31. На корабле осталось 3 атмосферных и 4 вакуумных двигателя при общей массе 1335 тонн и длине 48 метров. Характеристики Рапторов тоже изменились в меньшую сторону. Но были и хорошие новости. К этому моменту уменьшенная версия Раптора на 100 тонн сил тяги прошла уже... Испытание общей длительностью более 20 минут. При этом давление в камере сгорания удалось поднять до 200 бар. В 2018 году презентацию изменений в системе совместили с представлением первого пассажира корабля, миллиардера Юсаку Маэдзавы. Так что техническая часть презентации получилась довольно скудной. Пожалуй, главными изменениями, о которых сообщил Маск в этой презентации, были увеличение общей длины до 118 метров и длины корабля до 50 метров, а также установка на нем 7 только атмосферных версий Раптора, для того чтобы как можно быстрее приступить к первым испытательным полетам. Посадочные опоры оказались встроенными в три специальных стабилизатора в хвосте корабля. Два из них были подвижными и обеспечивали торможение в атмосфере, а третий использовался только при посадке. На носу корабля появились маневровые рули. Также было озвучено, что полет состоится не раньше 2023 года и продлится примерно 11 дней. На тот момент японский миллиардер оплатил большую часть необходимой суммы, выкупив все места на борту. Он планирует взять с собой не больше 8 представителей разных творческих профессий, потому что искусство, наука и стремление к новым открытиям должно объединять и вдохновлять человечество. Многие согласились, что именно в этом заключается основная цель проекта, который получил название Dear Moon или Дорогая Луна. В октябре 2018 Маск принял решение о переходе на сталь в качестве конструкционного материала многоразовой системы, что впоследствии назвал лучшим конструкторским решением по этой системе, так как стоимость стали составляет всего 2% от стоимости углеволокна, а также имеет большую прочность при криогенных и высоких температурах. В начале декабря 2018 года на частном космодроме SpaceX в Бока-Чика началась сборка какой-то водонапорной башни, которая приняла свою окончательную форму только 10 января этого года. Оказалось, что это Starhopper, 39-метровая уменьшенная версия корабля Starship для первых летных испытаний двигателя, технологий изготовления криогенных баков и их заправки. Для проведения испытаний Starhopper в Бока-Чика были установлены баки на 432 кубических метра жидкого кислорода и 364 кубических метра жидкого метана, которые заблаговременно заправлялись грузовиками-газовозами. Работы внутри и снаружи аппарата продолжались еще в течение нескольких месяцев. Его носовую часть перед установкой на основную плохо закрепили на сборочной площадке, из-за чего 23 января штормовой ветер со скоростью 80 км в час сорвал и повредил обтекатель. Его решили не восстанавливать, а просто накрыть крышкой. В результате верхней частью Starhopper стало полусферическое днище одного из баков, а сам аппарат стал выглядеть еще причудливее. Вскоре после этого, а точнее утром 3 февраля, снова появились хорошие новости о проекте. На тестовом полигоне в МакГрегоре начались испытания первого полноразмерного Раптора, которые сразу начали идти в очень агрессивном темпе. Уже к 7 февраля двигатель развил 172 тонн силы тяги и достиг давления в камере сгорания 257 бар на теплом топливе, что было выше необходимого лимита тяги в 170 тонн сил для использования двигателя на ракете-носителе и корабле. 10 февраля удалось достичь давления 268,9 бар, что соответствовало примерно 180 тонн силам тяги, а к 21 февраля Раптор с серийным номером 1 был запланированно поврежден в испытании на максимально возможное давление. 3 апреля Стархоппер выполнил первый прожиг с двигателем номер 2, а через два дня водонапорная башня подскочила на высоту около метра на привязи. Вскоре после этого началась сборка другого аппарата, полноразмерного прототипа корабля Старшип с индексом МК-1, а чуть позже в местечке Коко во Флориде началась закладка второго корабля Старшип МК-2. Команды, строившие эти прототипы, применяли различные методы постройки и соревновались между собой, из-за чего даже получились свои названия. МК-1 в Бока-Чика строила красная команда, а работавшая над МК-2 в Коко стала синей. Такой подход принес свои плоды, и синей команде из Коко с самого начала удавалось продвигаться заметно быстрее, но чтобы закончить постройку МК-1 к презентации 2019 года, часть их команды временно перебросили в Бока-Чику. Однако испытания двигателя все еще шли не очень гладко. В борьбе с техническими проблемами пришли в негодность двигатели номер 3 и 4, а у пятого из-за недостатков конструкции произошло смещение статора кислородной турбины, которая вместе с проблемами опасных вибраций на частоте 600 Гц удалось устранить на образце номер 6. И хотя у двигателей сохранялась опасность повреждения при тяге около 40%, это не мешало проведению длительных испытаний Стархоппер, при которых тяга не должна была опускаться ниже 50%. 16 июля был произведен новый прожиг Стархоппер с двигателем номер 6. Дальше последовал 18-метровый подскок на 22 секунды, а через месяц и полноценный полет на высоту 150 метров с перелетом на другую посадочную площадку общей длительностью 57 секунд. Тут стоит отметить, что такое большое расходование двигателей в процессе испытаний – это нормально. Например, на испытаниях RD-270 было использовано 22 образца, при том, что для полного завершения отработки двигателя их требовалось целых 200. Тем не менее, проблемы с дресселированием двигателя привели Илона Маска к идее создания упрощенной версии двигателя на постоянную тягу в 250 тонн сил без возможности отклонения вектора тяги. Особенности упрощенной версии не уточняются, но эти изменения могут быть вполне обширны. Например, сокращение числа датчиков или отказ от регулирующих клапанов и трубопроводов, которые могли сглаживать процессы изменения тяги двигателя. Также в июне стало известно, что успехи в ходе испытаний Starship убедили три телекоммуникационные компании выбрать этот носитель в качестве средства доставки своих спутников на орбиту в 2021 году. На последней презентации, которая прошла 29 сентября, Илон Маск с гордостью выступал на фоне собранного накануне образца Starship MK1. А ровно 11 лет назад, в этот же день, SpaceX впервые вышла на орбиту Земли. Теперь же мы с интересом изучаем новый дизайн звездолета, который должен помочь человечеству стать межпланетным видом. Итак, в ходе презентации стало известно, что размеры корабля остались такими же, но количество стабилизаторов у основания уменьшилось до двух. Корабль сможет доставлять на орбиту до 150 тонн груза в полностью многоразовом варианте, а запускаться будет с помощью ракеты Super Heavy. Нам также показали, как будет происходить дозаправка Starship на орбите. Танкер, на борту которого находится 200 тонн лишнего топлива, пристыковывается к кораблю и за счет микроперегрузки, создаваемой специальными двигателями, топливо просто перетекает из дозаправщика в звездолет. Всего несколько таких процедур и можно спокойно брать курс на Марс. Надеюсь, что в ближайшее время получится сделать отдельный ролик о подробностях полета Starship на Красную планету. А чтобы стартовать уже с Марса или с Луны, достаточно будет тяги одного звездолета, ракеты не понадобятся. Кстати, одной из ключевых особенностей проекта считается использование марсианских ресурсов для создания топлива на обратный полет. А для производства горючего окислителя на Земле в будущем планируется задействовать возобновляемые источники энергии, в частности, солнечные батареи. 68-метровая сверхтяжелая ракета Super Heavy будет иметь как минимум 24 двигателя Raptor, но, по словам Маска, для придания ракете отказа устойчивости их число может достигнуть 37. После вывода Starship на орбиту она будет возвращаться на Землю к месту старта в течение 10 минут. При посадке планируется использовать всего несколько двигателей, и после отделения от корабля работать будет тоже только 7 центральных рапторов, так как масса полупустой ступени будет совсем небольшая. Глава компании сделал также очень интересные расчеты, согласно которым возможности связки звездолета и ракеты позволят отправлять в космос за год чуть ли не в тысячу раз больше полезного груза, чем все ракеты вместе взятые. Такое ощущение, что слишком уж большое количество людей резко захотят свалить с этой планеты вместе со всем своим добром. Но это мы еще посмотрим. Еще Маск сообщил, что к концу года планирует выйти на производство 500 рапторов в год. По его оценкам, серийное производство позволит снизить стоимость двигателей более чем в 10 раз, достигнув рекордных 250 тысяч долларов. Также он раскрыл некоторые подробности и о самом устройстве двигателей. Их камеры сгорания и сопло имеют медную рубашку охлаждения с фрезерованными каналами, нагрузки от которой передаются на кожух из инконеля. А для эффективного смешения компонентов топлива используется множество соосных центробежных ворсунок. Также примечательно, что мощность турбин в одном рапторе составляет целых 74 мегаватта. По текущим данным, испытательный прототип корабля Starship МК-1, который строился примерно 5 месяцев, весит около 200 тонн. Но к четвертому или пятому кораблю массу планируется снизить до 120 тонн. При этом с топливом и полезным грузом общая масса корабля должна будет достигать 1400 тонн. Масса же всей связки Starship должна остаться на прежнем уровне 5000 тонн и совсем скоро должны приступить к строительству первой ступени. Стальные ленты для этих целей уже, по всей видимости, доставлены на стройку. Первый испытательный полет прототипа звездолета МК-1 на высоту около 20 км можно ожидать примерно через 2 месяца. Аппарат будет проходить испытания в течение нескольких месяцев. Вскоре после МК-1 будем ждать прыжок МК-2. Кроме этого, SpaceX скоро приступит к строительству испытательного образца МК-3 и, похоже, что уже начали работу над МК-4. Технологии производства прототипов планируют постепенно улучшать с учетом полученного опыта. А примерно в начале следующего года, согласно графику, будут готовы пятый и шестой прототипы, которые должны отправиться к орбите вместе с первой ступенью Super Heavy. Первый орбитальный запуск хотят произвести уже в течение ближайших шести месяцев. Дальше еще круче. Если все испытания пройдут гладко, уже в следующем году в тестовый полет на борту Starship отправится первый экипаж. Говоря о пилотируемых полетах, нельзя забывать, что SpaceX параллельно дорабатывает космический корабль Crew Dragon для программы NASA Commercial Crew. После реализации программы США планируют отправлять на МКС астронавтов самостоятельно. Подробнее об этой программе я уже рассказывала в одном из предыдущих роликов. И накануне презентации директор NASA Джим Брайденстайн опубликовал в своем твиттере следующее сообщение. Я с нестерпением жду трансляцию SpaceX, которая будет завтра. В то же время нельзя не отметить, что программа Commercial Crew отстает от графика на годы. NASA ожидает от компании такого же энтузиазма по проектам, которые финансировали американские налогоплательщики. Пришло время показывать результаты. Во время выступления Маск ответил на это, сказав, что в проекте Starship задействовано менее 5% ресурсов компании, а подавляющее большинство усилий направлено на доработку Crew Dragon и Falcon 9. Уже в течение следующих 3-4 месяцев SpaceX планирует запустить астронавтов на орбиту в рамках программы NASA. Как только это и произойдет, на проект Starship перебросят больше ресурсов. Директор NASA в следующем интервью высказал сомнения по этому поводу, но дальше последовала их встреча в рамках пресс-конференции на заводе SpaceX, и в ходе этого мероприятия Джим и Илон явно помирились. Что же касается Starship, лично я просто в восторге от происходящего, потому что этот упорный землянин по имени Илон Маск и вся его огромная команда по-настоящему двигают нас вперед. И хотя все озвученные им сроки я бы увеличила в 2-3 раза где-то, у нас все равно есть еще огромные шансы застать нечто просто ошеломляющее. Сложно даже представить, какие эмоции мы испытаем, когда первые люди ступят на соседнюю планету. И, надеюсь, благодаря этому человечество сможет просуществовать значительно дольше. Ведь не секрет, что наша планета всего лишь хрупкий шарик, который может быть уничтожен астероидом, и который точно перестанет быть таким идеальным местом для обитания, когда Солнце в процессе своей эволюции начнет медленно убивать все живое на поверхности Земли. А пока у нас еще есть возможность, давайте не будем забывать смотреть на звезды. Вдруг кто-нибудь посмотрит на нас в ответ. Солнце